5 мобов, окей, дальше все перебегают в печеньку, ну, примерно, да, следующий, 5 мобов взрываются, 5 мобов взрываются, вот здесь, да, 5 мобов взрываются, дальше, этот, эти, потом следующие, 10 мобов уже появляются, первые появляются, ну, то есть, первые лучше раскидываются в печеньку, вторые в бомбик. Эти мобы, эти мобы, так как первый будет убит, ну, потому что там 5 мобов, мы до 10, до появления 10 мобов первого взрываем, первый будет убит, они появятся вот здесь, в этой точке, грубо говоря, ну, то есть, вот здесь они будут. Что делаем дальше? Просто, вот, когда мы добиваем первого, у нас появляются 10 мобов, сразу, допустим, ну, назначил 6 человек, 7 человек, которые просто, вот, грубо говоря, маг, который стоит здесь, он напрямую, лучка станет, блядь, и прям по всем мобам пройдется. Дальше, 2 комбо троги свечиваются, 2 комбо троги, и 3 мага, допустим, фроста, плюс там сова старт фол дала, тому подобное. Пока эти мобы дойдут, блядь, до следующего, пока эти мобы дойдут до следующего, эти мобы сольются. Ну, типа, вообще, ну, то есть, 10 мобов сливаются, даже если всем рейдом мы свечнемся, по-быстрому мы их сольем, мы останемся без 10-х мобов, которых надо контролировать. Дальше мы бежим сюда, то есть, мы быстро их слили, потом, после того, как мы их слили, идет каст, идет каст, этот каст будет примерно где-то вот здесь. То есть, грубо говоря, вот здесь мы стоим, здесь стоим, да, дальше следующий нюанс, этот каст прошел, первые лужи бегли в трусах, этот период весь мы бьем уже второго. То есть, у нас, мы вышли после первого без адов, потому что мы их, нахуй, слили. То есть, мы пришли, блядь, на второго, у нас пришел первый каст пошел, блядь, трусы, положили лужи, да, потом второй каст, там, допустим, выносим, блядь, ну, чтобы... говорит, да хуя не бегать, мы выносим примерно, блядь, там, в печеньку, допустим, да, то есть, у нас появляются ады в трусах и в печеньке. По этим адам, по этим адам, которые появились в трусах, мы дали два бана, печеньки, пять адов, мы быстро свищнулись, убили, и дальше стоим его туннелем. То есть, пять адов, чтобы слить в печеньке, не составит труда, там, быстро бурстануть в них. То есть, грубо говоря, пришел, феникс обьешь, появились пять адов, все, быстро свищнулся, дали за медло, слили пять адов, там два законтролили, три зашли в босса, в принципе, не проблема. Дальше эти, получается, мы как пришли, как на этот, блядь, на первого получится, без адов, без нихуя. Дальше этот, мы бежим на следующего, у нас появляется снова, блядь, допустим, в луне первые лужи разлили, потом вторые лужи, блядь, разлили в квадрате, ну, примерно, да. В луне баним, там, два моба, в квадрате, ну, квадрат можно немножко подальше, типа, чтобы больше времени было залить, то есть, вот, квадрат, допустим, сюда поставил, в квадрате полностью этих мобов сливаем. На этот момент рейд просто находится вот здесь, где-то, ну, то есть, первые лужи в луне, вторые в квадрате, рейд здесь стоит, кресть, допустим, и вам, блядь, и удобно и тех контролить, и этих заливать. Потом дальше сливаем этого, снова появляется этот, ну, заходят там три моба, похуй, типа, да, перебегаем на следующую, первые лужи ложим, блядь, подальше, там пять мобов будет, где контролим, а ближайшие лужи делим, блядь, вот сюда, где-то, допустим, быстро свищаемся, заливаем, и дальше продолжаем бить. Это то же самое, что, допустим, контролить десять мобов, десять мобов, которые будут постепенно заходить в босса. Ну, ничего, ваши мобы будут заходить сразу, потом по одному два стака будет в этот моб, уходить в босса. Ну, типа, смотри, у нас получается что, у нас, когда появляются мобы на нашей стороне, у нас они все в контроле, ну, то есть, грубо говоря, у нас не будет такого, что эти мобы пойдут, блядь, к боссу. То есть, по дальним мобам дастся два контроля, ближайших мобов пять мы сольем, тоже замедлятся, они сольются. Чтобы слить пять мобов у каждого по полтора ляма, ауешкой, ауешкой, это, блядь, времени примерно секунд пятнадцать, наверное, чтобы их слить. То есть, если там два Комбат Роги, два даже Хрост Мага, Сала там, два элема, ну, или даже один элем, блядь, сходь на него. То есть, один элем, блядь, кто там еще? Блад ДК, допустим, блядь, сжатвы, то есть же самый, Кот. Кто там еще у нас есть с такими хорошими... Афлики, демон. Афлики, демоны, блядь, ну, то есть у нас же Локи есть, у которых хороша ауешка. То есть Афлилок, демон, блядь. Да, сейчас почти у всех классов ауе есть. Не поверю в то, что мы, блядь, за пятнадцать секунд... Кроме фаерман. Я просто не поверю в то, что мы, блядь, за пятнадцать секунд. Сколько идет у нас перьев, блядь, по времени? Двадцать секунд. Двадцать секунд, вот. Нам надо за каст перьев слить пять мобов. Все. И у нас остается еще, блядь, времени до следующего каста перьев, блядь, побить босса. Потом снова сливаем пять артов, и у нас снова остается времени, чтобы побить босса. Телефон звонит, отойду на две минуты. То есть, в принципе, в принципе, блядь, это вообще не проблема. Ну все, надо так бить, короче. Еще сейчас будем пулы давать до второй. Нет, сейчас не будем. Я проверил, это работает. Лех, четыре хила, дд фласки. Ну, насчет дд, я бы не это самое. Смотри, я не стоит, типа, заморачиваться так сильно. Объясню почему. Потому что босса будут все равно по два, по три ада заходить. Ну и тут же. Типа, блядь, мы просто будем свитчиться. Нам не обязательно будет взрывать этих мобов. То есть у нас с каждым десяти мобов мы будем просто пять мобов быстро сливать. И у нас, получается, остаются пять мобов. Ну, не всех будет. Только пять. Ну, нам первые, понимаешь, первый раз десять мобов, надо разобраться с ними. Все, если мы это сможем, мы сможем всех фениксов убить. Все, дальше выживаемости будет стоять вопрос. Да какая выживаемость? Там просто от перьев надо будет перебегать вовремя. Но выживаемость танков. Сколько времени будем бить феникса? А сколько стаков на дальнем танке накопится? От каждого феникса обнуляется. Ну вот, сколько времени мы будем его бить? И у нас после первого феникса один танк появляется, свободный. Вот, и надо будет менять все это делать. Ну, смотри, я просто побегу на первую платформу, блядь, на первой платформе будет стоять кават. То есть он может, блядь, даже по времени два феникса пережить, блядь, банально, пока мы вот первого убиваем, он может два раза так пережить, потому что баблом снимет стаки. Не, они при смерти на четвертой платформе, они снимаются уже, дальше уже второго мы бьем. Ну, дальше мы второго бьем, если даже мы немножко по времени больше затянем, по второму. Да, он просто баблом скинет. Он просто баблом скинет, а я с первой платформы побегу, блядь, поменяю танка на второй платформе слева. И, ну, получается, у меня штаков уже не будет, я его просто поменяю. И он сместится в ней, там будет кисло в мишке, он, блядь, берсу прожмет, мишка, блядь, трэш, хорошо хуярит. Типа, на сегодня все? Да, на сегодня все, начислить ей пешку еще там это, три сотки за ОКХМ, что пришли. А что, пробовать не будем? Нет, тут рейд не позволит это провернуть. Погнали, ВРС. Продолжение следует... Продолжение следует...